Патовая ситуация – это когда управляющая компания не выполняет свои обязанности, а жильцы не могут сменить ее, потому что больше никому не нужны. В таком безвыходном положении оказались владельцы квартир в доме номер 3 по улице Энтузиастов. У нас течет канализация, у нас гнилой лежак отопления, который у нас по чердаку идет. То есть, если он прорвет, вот не дай бог, вот сейчас дадут отопление, все наши ремонты просто накроются медным тазом. Крыша течет, люди жалуются, ругаются, бесполезно. Дом в аварийном состоянии, неухоженный двор. Все это уже не первый год. Со своим недовольством в управляющую компанию «Город» домочадцы обращались не один раз. Отвечают им не очень любезно, зато честно. Приезжаем, говорим, ругаемся, звоним. Они нам говорят, денег нет на вашем доме, у вас малоквартирный дом, мы с вашего дома ничего не имеем и совершенно не будем ничего за это делать. Дом двухэтажный, в нем всего 12 квартир. Для управляющей компании он лишний балласт. За многоэтажки обслуживающие организации буквально дерутся, а такие недоходные дома запускают. Но что же делать жителям? Смириться и наблюдать, как дом понемногу рассыпается, а двор зарастает сорняками? С мусором под окнами домочадцы уже почти смирились. Хоть ежемесячно оплачивают работу дворника. Вероятно, управляющая компания решила заработать здесь хоть на чем-то. Дворника нет. Звоним, делайте нам перерасчет. Они говорят, составляйте акт, что ежемесячно приезжайте к нам, и мы вам будем ежемесячно делать перерасчет. Давайте тогда мы откажемся от дворника. Нет, нельзя от дворника отказываться. Вот должен числиться дворник. Да где он? Нет дворника. Никто не соглашается. Давайте мы будем сами дворниками. Отдавайте нам эти деньги, которые мы собираем с дома на дворник. Нет, так нельзя. Может, действительно у жильцов малоквартирных домов меньше прав, чем у собственников жилья в больших домах. Но ведь они тоже в полном объеме оплачивают услуги той самой управляющей компании. Просто не хотят. Не хотят с двухэтажками связываться. У них есть такое понятие неперспективное жилье. Что значит неперспективное жилье? Мы также платим все налоги, мы также платим за квартплату. Мы такие же граждане города, такие же граждане России. Идем в офис управляющей компании «Город». Как видно, не только у жильцов-энтузиастов три накопились претензии. В холле толпа недовольных ивановцев. Добрая половина жалоб как раз по таким двухэтажным домам. Это ужас какой-то. Чего попросить сделать? Ничего не делается. Ничего. Они только обещают. Все. На этом все заканчивается. В этом году была, сейчас пришла узнать, что они скажут. Обещали в июле сделать. А дом какой? Двухэтажный. Так что же означает этот термин «неперспективное жилье»? Я никогда такое не говорила ни одному из своих жителей за все время своего управления с сентября месяца. Но дела говорят громче слов. Большинство двухэтажек обделены вниманием обслуживающих организаций. В любом случае ссылаться на недостаток средств, собираемых с дома, управляющая компания не может. В соответствии с жилищным законодательством управляющая компания по договору управления должна обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и соответствовать лицензионным требованиям независимости от количества в квартирном-квартирном доме. То есть, если управляющая компания ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору управления, не содержит общее имущество, то в таком случае необходимо обращаться в контролирующие органы. А выход у жильцов, если управляющая компания бездействует, один – сменить ее. Но тут два обстоятельства. Во-первых, этого-то управляющая компания и добивается, желая избавиться от дома нахлебника. Во-вторых, неизвестно, найдется ли другая организация, которая будет лучше обслуживать недоходный дом. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.